Здравствуйте! Все больше и больше признаков фашизма в современном украинском государстве, даже в мелочах повторяются. Я как-то писал для своих читателей в Телеграме и в Фейсбуке о сходстве между министром здравоохранения Украины и министром народного образования и пропаганды Третьего Рейха. Почти одно лицо. Кто-то даже в комментариях написал, что на конкурсе двойников подбирают. Честно говоря, не знаю, но может быть у вас есть на этот счет какое-то свое мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а повторяется, действительно, в мелочах. Накануне Минздрав опубликовал разъяснение относительно того, как должны работать горнолыжные курорты. И в том числе рекомендовали пометить одежду людей, которые имеют определенные документы, с тем, чтобы... Ну, в общем, мне эта рекомендация напомнила другую пометку на одежде. Узнаете, да, откуда это все происходит. Вот это, это и есть, на мой взгляд, фашизм. Слово фашизм, фашистское государство, это словосочетание у нас возникало неоднократно в разговоре с Алексеем Журавко. Мы говорили с ним об инвалидах. Мы говорили с ним о войне на Донбассе. Мы говорили о смертях и о ужасах этой войны, о том, что гробы десятками, сотнями идут на запад Украины с Донбасса. И это горе, которое никому пользы не приносит, кроме организаторов этой войны. Организаторы, ну, есть в Киеве, конечно, немножко. Остальные сидят далеко-далеко на западе, но фашизм реально процветает. Ладно, смотрите разговор с Алексеем Журавко. Пишите свое мнение, пишите комментарии. Не забывайте подписываться, да, подписываться на мой канал. Не забывайте лайкать, писать комментарии и репосты тоже приветствуются. Приветствую тебя, Алексей Валерьевич. У нас тут праздник в Украине недавно отмечали. День как-то людей с инвалидностью. У нас теперь инвалидов называть не принято инвалидами. Теперь называют либо людьми с инвалидностью, либо с особой потребностью. В Верховную Раду даже приглашали. Некоторые речи произносили, и депутаты прямо слезы пускали. Вот я попал с ним в пост Алла Хвердиевой. Помнишь, может быть, «Корабельная сосна»? Она сказала прямо вот до слез. До слез ее растрогла речь одного из выступающих, из людей с особыми потребностями. Ну а тебе вспомнили? Ты же не рядовой, как бы, человек с особыми потребностями. Ты вроде был уполномоченным в Верховное время правительства, да, по делам инвалидов и депутатам, по-моему, двух созывов был в Верховной Раде. Вспомнили кто-то, кроме службы безопасности, которые против тебя дела возбудили? Ты знаешь, никто, конечно, по поводу меня ничего не вспоминал нигде и так далее. Да и для меня это не праздник. Да, день должен быть такой. Но это не праздник, это горе на самом деле. И ты знаешь, самое страшное, что вот рождаются инвалиды, становятся в быту инвалидами или заболевают, становятся инвалидами. Надо бороться и давать, помогать им здоровье, средства передвижения и так далее. А тут я называю кощунство. Идет война. Общество инвалидизируется. Представь себе, к миллион восемьсот, по-моему, двадцать тысяч инвалидов, каждый год добавляется по двенадцать тысяч. Грубо говоря, это тех, которые проходят с войны. Я смотрел эти выступления и, понимаешь, у меня слезы и на глазах выступают. Как вы можете так кощунственно подходить к этому? Не тем инвалидам не можете помочь толком, ни этим инвалидам, которые стали на войне инвалидами. Лечения нету, реабилитации нету, протезирования, как полагается, нету. Государство, как попрошайка, везде просит подать ИГУМ помощь в виде протезов, колясок и все остальное. Свои производства, там, где коляски могли производить, фактически остановили. Элементарно, назовем так, проходить реабилитацию уже негде, потому что ни медикам, ни психологам, ни нянечкам платить нечем. То есть делать с этого помпезность, с горя человека, но для меня это кощунство. Поэтому, как бы, я презираю такую власть, которая на сегодняшний день простым инвалидам помочь не может. Она еще тем людям или тем детям, которым по 18, по 20 лет отправили как пушечное мясо на эту войну, не могут помочь. О чем тут говорить? Поэтому я считаю, что это зверство. Я приравниваю это как к фашизму. За другие страны я говорить не буду. Вот я в Москве живу, и я вижу, как к инвалидам подходят. Да, есть свои нюансы, но решаются эти проблемы. А в Украине это не праздник. Ты праздником его назвать нельзя. Вот если бы они помогали, выполняли роль государства, социального государства, и обеспечивали этих инвалидов, но тут еще можно было что-то сказать хорошее. А здесь фашисты, да и все. Но ты многого хочешь от нашего государства, чтобы они инвалидам помогали. Они никому не помогают. Но на самом деле. Здоровые, нездоровые, взрослые, дети, мужчины, женщины. По-моему, для них безразлично, кого убивать. То есть это вот такой какой-то механизм, который заточен на то, чтобы уничтожать украинцев. Ну, правда, дает украинцам некоторым шанс убежать. И многие этим шансом пользуются. Миллионы этим шансом пользуются. Но вот относительно инвалидов, которых создает война, то действительно на войну идут какие-то странные люди, которые находят для себя выход. Причем не обязательно молодые люди, которые находят для себя выход из жизненных неурядиц в том, чтобы идти и убивать своих соотечественников. Конечно, это тоже понять не могу. Конечно, легче всего пойти не в огород, не работать, а легче всего пойти убивать на Донбасс, чтобы тебя банк списал кредит. Или ты не платил за коммунальные услуги. Это же легче всего сделать. Или пойти повоевать, типа, получить землю. Ну, на это много мозгов не надо. Во-первых, сегодня такие методы используются в государстве. А человеку что остается делать? Вот он ради земли, ради денег. Либо чтобы отказаться от выплаты кредита. Он идет это делать, грязное дело. Хотя не понимает, деньги-то здесь останутся. А тело твое где? Гробу, забитая гвоздями, гниющая там, в земле. Вот и все. А что ты детям принес этим? Тем, что они тебя закопали. Вот тебе и все. Поэтому сегодня общество, то, которое идет на эту войну, оно прекратило думать. Вот и все. Нет, вот реально очень много гробов от Донбасса возвращается на запад. Ну, в западе, да, на Украину, под контрольную Киеву. Причем практически во все регионы. И вот я смотрю, слежу за сводками. Большая часть потерь, это потери не боевые. Вот Зеленский недавно говорил, что мы всего 66 человек потеряли боевыми потерями, начиная с 22 июля 2020 года, а не боевые потери. Но были недели, когда вот примерно столько людей погибало только за неделю. Разные обстоятельства. Там были пищевые отравления, и угорали в пожарах, и убивали друг друга, поножовщина была, стрельбу открывали друг друга. Ну, и самоубийство. Очень много самоубийств. Причем это беда, о которой говорят давно уже. Еще Матяс, когда был военным прокурором, говорил, что от самоубийств украинская армия теряет больше, чем на войне на Донбассе. И вот ты у себя недавно пост публиковал по поводу девочки из Херсонской области, по-моему, с Новой Каховки. 24 года ей. Она погибла на Донбассе. Да, погибла на Донбассе. И две версии. Либо, как у нас пишут патриотичные паблики, загрынула в Иконовичи боевое завдание, но она была командиром отделения беспилотников в разведвзводе. То есть какое там боевое завдание она выполнила с беспилотниками. А российские трассыщи наймонцы, ну у нас их так в Украине называют, говорят о том, что самоубийство приключилось с девочкой 24 года. Ну, давай будем так говорить. Разные говорят разговоры, но даже на Украине и даже в Херсоне уже говорят о том, что произошло самоубийство. И самое страшное, что эта девочка молодая, она могла бы еще поражать, она могла бы семью создать хорошую, крепкую, да, и этому государству даже пронести пользу. А я вот не понимаю родителей, я не понимаю, зачем она туда пошла. Нет у нее родителей, Леш, нет у нее родителей, вроде бабушка. Да даже если нету, даже если нету родителей, я просто говорю, я просто в общем говорю, для людей, даже есть родители, нет родителей, кто-то ее воспитал, это те же самые родители. И она пошла, лишилась жизни. Ради чего? Ради чего херсонцы идут убивать таких же, как мы в Донбасс? Ради чего? Ради того, чтобы просто-напросто вырыли два на два яму, забили гвоздями крышку и, грубо говоря, его платье похоронили? А где будущее? Ведь мы же единый народ. Вот понимаешь, я этого не могу понять. И девочка красивая. И ее знают там очень хорошо. Вроде бы то и умная, с какими-то мозгами. Ну, в конечном итоге, она не от вражеской пули погибла, а от самострела, грубо говоря, погибла. И что? Кому она лучше сделала? В этом-то проблема. Почему она покончила самоубийством? Ну, 24 года вроде. Слушай, ну давай будем говорить. Факторов очень много. Заканчивая, будем говорить, службу, куда она пойдет. Второе. Она прекрасно понимает, почему суицидов много. Она прекрасно понимает, что рано или поздно она станет для народа врагом. И медальки они все сожрут. Потому что они убивали собственный народ, как фашисты. Понимаешь, рано или поздно это приходит. И вот чувство внутри, оно постепенно гложет, гложет. Психологические факторы. Это все скажется. Потом неизвестно. Били ее там, не били. Насиловали ее, не насиловали. Дедовщина была, не была. Значит, этого не знаю. То есть, это многие факторы. Вот я поехал на войну, туда, на Донбасс. Я видел все своими глазами. Разорванные тела. Разбомбленные дома. Кладбище вот это разбомбленное, что воюет с мертвыми, понимаешь. Стреляют даже туда. И я тебе хочу сказать. Оно до сих пор от меня не может уйти. Оно мне снится. Я вспоминаю этих детей. Я вспоминаю эти монументы детей. Это страшное впечатление. Поэтому и на них это все сказывается. Кем бы ты там ни был. Особенно ты представь себе. 24 года. Это еще не сформировавшийся ребенок. По большому счету. И если он нигде не учился толком-то. Это все сказывается. Это боль, это трагедия. Оно рано или поздно взрывается. Почему много вот этих суицидов? Именно по этой причине. Почему человек оттуда, высылушник или там Слава Украине или как там они называются, трезубцы эти, выходят на родину. То с гранатой взорвется, приезжает. То стреляется, то режет сам себя. Потому что рано или поздно ты признаешь, кого ты убивал. Самое страшное это, когда брат брата убивает. И рано или поздно приходит ответственность. Вот как говорят, высшая кара есть. За все свои поступки приходится отвечать. Вот это и девочка и ответила. Перед Богом. Потому что не ты давал жилье, не тебе ее отбирать. Это мое понятие. Поэтому я и спокойно живу. Поэтому у меня и крыша, как говорится, нормально. Если просто простым сленгом говорить. А там, ты представь себе, конвейер дураков выходит. Это нагрузка сумасшедшая. Самое главное, что мы сами себя уничтожаем. Инвалидизируем. Как государство и как народ Украины. Мы сами себя уничтожаем. Мы тут же папозно рассказываем. Мы будем инвалидам помогать. Мы будем им создавать и тут же калечим общество. Только она в гробу приехала, в Макинтоше. Ее закопали. А то приехал калекой. И рано или поздно он себе пулю в голову пустит. А мало того. То есть понимаешь, что рано или поздно справедливость придет. И суд возмездия придет. И тот, который на тачке пришел уже без ног, без рук. Но он преступление там натворил. Убивал детей, насиловал, радовал. Но так случилось, что его пуля достала. И он инвалидом остался. Он будет и на коляске отвечать. Смотри, Нюнбергский процесс. Когда прошел? Великая тесно, когда закончилась? В Германии до сих пор судят тех фашистов, которые даже на коляске немощные. И их это коснется. И это надо правду говорить. Вот и все. Вот и все. Убил я! Субтитры создал DimaTorzok Девушки отдыхают. Продолжение следует...